Привет! Как дела? Итак, я продолжаю рассказ о нашем с мамой путешествии в Шотландию в 2013 году. И сегодня мой рассказ про город Абердин. В прошлый раз, когда я рассказывала вам про Эдинбург, я немножечко напутала с датами. Эдинбург, оказывается, был финальной точкой в нашем шотландском путешествии. А в Абердин мы прибыли прямиком из Лондона, поэтому наш день начался где-то в районе 11-12 часов. И так как заселение в отель у нас было где-то в 2-3 часа, ну как обычно в Англии заселяют примерно в это время. Отель мы, кстати, сняли рядом с железнодорожным вокзалом, так и называется, Station Hotel, вот такой вот классный. Мы там уже и пофотографировались, и повалялись. И да, мама захотела отдохнуть после долгого переезда. У нас была целая ночная поездка из Лондона, поэтому да, немножечко полуманные. А до отеля мы немного прогулялись, порассматривали город, очень нам понравился. Была очень хорошая яркая солнечная погода и в принципе тепло. Город Абердин находится на северо-востоке Великобритании и в принципе Шотландии тоже. И является третьим по величине городом Шотландии. Это главный морской и рыболовецкий порт. Его называют серым городом, гранитным городом, серебряным городом с золотыми песками. Все дело в том, что с середины 18 по середине 20 века здания в городе строились из местного гранита, в котором вкрапления слюды блестят как серебро. После обнаружения нефти в море в 70-х годах Абердину дали название «нефтяная и энергетическая столица Европы». Здесь длинная песчаная береговая линия с золотистым песком, но наверняка купаться там все-таки холодновато даже летом. Мы, кстати, с мамой ездили в Шотландию в 2019 году в другие города, о которых я тоже буду рассказывать, летом. И я даже там ходила в куртке и в шапке, поэтому не думаю, что в Абердине можно купаться, но наверняка бывают несколько дней жарких летом, когда люди выходят на пляж и купаются там. Но мы ездили зимой, поэтому сегодня расскажу, что там было зимой. Все-таки нам не хватило времени полностью изучить Абердин, поэтому когда я буду в Англии, в Лондоне или соберусь куда-то поехать по Великобритании, я бы снова хотела посетить Абердин только в летний период времени. Кстати, название Абердин – это сложение гаельских Абар и Дун, что означает «возвышенность на болотах». До середины XVIII века это был абсолютно другой город. Город лежит между устьями рек Ди и Дон и исторически разделяется на старый Абердон, который простирается до Дона, и новый Абердин – бывшая рыбацкая деревушка на реке Ди. Таким современный Абердин существует с 1891 года. В XII-XIV веках город являлся резиденцией шотландских королей. В 1336 году он был сожжен английским флотом Эдуарда III. В 1644 году завоеван и почти полностью истреблен реалистами, а в 1647 году город настигла эпидемия чумы. Абердин был самым значительным городом северо-восточной части Шотландии. Главными рычагами торговли служили бумажные, хлопчатобумажные, льняные и предельные мануфактуры, пищебумажные и канатные фабрики, кожевенные и чугунные заводы, вывоз рогатого скота, лососины, яиц, масла, свинины и хлеба. В первой половине XX века город является центром фабричной промышленности, судостроение бумажное и текстильное производство, а также шлифовка гранита. А с 1970-х годов Абердин – центр нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности шельфа Северного моря. Ну вот это вот вкратце об истории города Абердин. Итак, отдохнув в отеле, мы все-таки решили выйти в город и посмотреть его архитектуру, а также чем живет этот город. И так получилось, что первым местом нашего посещения был порт. Ну так как он находится недалеко от железнодорожной станции и отель наш был рядом с этой станцией, мы вышли вот как-то каким-то методом в порт. То есть мы предварительно не готовились к тому, что мы будем смотреть и куда пойдем. Поэтому куда пошли, туда пошли. Там мы нашли Мэритайн Мюзейм, морской музей. Но, к сожалению, решили не ходить, потому что он уже закрывался. И голопом по Европам думали не тратить уже на это время, потому что город мы еще не посмотрели. А на завтра у нас уже запланирован другой город. Поэтому мы решили пойти погулять по городу. В порт мы вернулись уже попозже вечером, потому что там находился шоппинг-центр. Нам надо было что-то купить, поесть. Ну и походили по магазинам. Немножечко пофотографировались. Мне очень там понравился такой мост из виадуков. Не знаю, насколько он старинный, но очень красиво смотрелся он в темноте с фонарями. И потом, значит, мы уже пошли в центр города, на главную улицу Union Street. На обратном пути, когда мы шли в центр города, мы увидели огромное готическое здание, церковь Грейфриерс и Маршальский колледж. Это красивейший комплекс исторических зданий 19 века. Я, конечно, попробовала сделать несколько селфи на фоне этого собора, но вышло не очень, потому что было против солнца, и фотографии получились темные. Дальше мы прогулялись по главной центральной улице Union Street. Нашли пару готических соборов. Прошлись по старинному рыночку. И, в принципе, уже начало темнеть, и мы пошли домой. Но так как мне не хватало каких-то впечатлений о городе, мама осталась в отеле, а я пошла гулять еще по ночному городу, поснимать иллюминацию, и также посмотреть, может быть, что-то еще другое найду. Мне очень понравилась лестница такая, уходящая вверх. Как, знаете, вспомнилась ночь улица Фонарь-Аптека. Так вот, там светили ярко фонари. Была очень большая высокая лестница, и ни одного человека. И откуда-то из трубы, из какого-то окна шел пар, и как-то, не знаю, магически мне показалось это место. Вот как-то таким запомнился мне Абердин. Затем я дошла до площади Castle Gate. Эта площадь считается историческим центром города Абердин. Площадь Castle Gate была названа в честь замковых ворот, которые были разрушены в XIV веке. В Средневековье здесь стоял замок шотландских королей. Рыночный крест – это одна из главных достопримечательностей площади Castle Gate. Является символом рыночного права Абердина. Портреты на его фасаде изображают королей шотландской династии Стюартов. Ну и вот так вот, погуляв еще по ночному городу, я вернулась в отель. Кстати, отель мы сняли на две ночи. Когда приехали в Абердин, переночевали там, съездили в город Инвернес. Потом вернулись опять в Абердин, переночевали в Абердине. И уже поехали в Эдинбург, о котором я уже рассказывала. А вот в Эдинбурге, к сожалению, нам с отелем не повезло. И вот как бы под финал всей нашей поездки такое получилось, осадочек остался. Именно от отеля в Эдинбурге. Но, тем не менее, все равно поездка в Шотландию нам очень понравилась. И мы довольны и рекомендуем людям, которые живут в Великобритании или собираются путешествовать в Шотландию, обязательно съездить в эти интересные города. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok